Новогодние праздники, первоначально, когда клиенты приходят к вам, кажется, что все они настроены только на выгоду. Скидки, 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 скидки. На самом деле, это первое, что вертится в голове у клиента. Здесь как раз желание не сэкономить денег, а желание купить побольше. Если вы им предложите такой вариант оплаты, что они смогут на достаточно небольшую сумму приобрести несколько товаров, пусть даже недорогих, они обязательно у вас их купят. Их задача купить как можно больше. Это особенность новогодних предпраздничных продаж. Кредиты, да, кредиты. Или несколько похожих или дополняющих друг друга предметов. Но психологически я отдаю небольшую сумму, и я могу сразу получить отличную вещь, о которой я мечтал. На этом, собственно, кредиты и построены. Давайте потренируемся. А, с телефоном уже была тренировка, да? Почему вы купили телефон? Сейчас каждый из вас выбирает ту вещь, которая у него есть сейчас, которую он может показать, которая ему нравится. Выберите, пожалуйста. Только не мобильный телефон. Ну, я бы, например, пиджак выбрал бы. Выберите. Кто выбрал, поднимите руку, чтобы я просто ориентировался. Есть, да? Вы в течение одной минуты рассказываете о своей вещи. Задача наших участников – понять, почему вы купили именно эту вещь. Вас привлекла доступность ценовая, внешний вид, марка, надежность или что-то еще. Окей. Первый. Хочу рассказать вам о… Я ходил в ботинках. Ага. Пришел в магазин, померял одни, вторые, третьи. Вот остановился на этих. Вроде и красивые, но тоже и удобные. И как раз подходит вот на 60 по годам. Супер. Почему клиент выбрал именно эти ботинки? Ключевые слова. Удобное, потому что… Ваше здоровье. И красивое. Все, вот то, что ему нужно было. Окей. Теперь мы знаем, если мы будем продавать вам обувь, на что вам предложить. Окей. У меня получилось тоже хочу рассказать насчет обуви. В основном, то есть, приходится и на машине, и дергать, и то, и все. То есть, какой-то обувь, там, на глуках, или еще что-то, да, покупать. Соответственно, вот. И как бы прелестило то, что, как бы, несмотря на то, что эти кроссовки смотрятся как ленькие, да, на самом деле зимние. То есть, хорошо и на машине ездить, и хорошо, как бы, и ходить, они удобные, и все. А прелестило цена. То есть, я их увидел, там, допустим, в Удидасе, там, по такой-такой цене. Но когда я приехал в другой магазин, увидел большую разницу. Естественно, я не раздумывая купил. Потому что все эти качества, и, как бы, ценовой барьер очень прелестило. Окей. Стоп. Ну, просто, чтобы весь секрет не раскрывали. Что главное в этих кроссовках, в этой покупке? Соотношение цены-качества. Это, да, выносим за скобки, помимо цены и качества. Что еще? Удобность. Удобство. Угу. Все, в машине удобное. И? Аплодительное. Потому что цена, и, например, и садов. Удобство, цена, и внешний вид, да. А, да, и красота. Удобство. Удобство, функциональность, внешний вид и цена, да. Вспоминаем в начале, перед перерывом, да, помните, мы делали упражнение, что важно для нашего партнера, да. Как раз было сказано, внешний вид. Ну, вот. Раскололи. Раскололи, да. Хорошо, сотрите запись. Окей. Паш, предмет. У меня брюки. Когда я выбрал брюки, значит, мне нужны были такие, которые были, как бы, и не классические, и не спортивные. Потому что, что такое среднее, то, что можно было носить. Кроссовки и одеть классические, например, ботинки. И то же самое, значит, машина. Окей. Окей. Стоп. Что важно для этого покупателя? Модно-функционально. Модно-функционально. Угу. Удобно. Ну, а смотрите, какая группа у нас подобралась. Для всех важно удобство. Хорошо. Ага, ага. А прошли те времена, когда носили эти самые синтетические товары. Запад, все хорошо. Это говорит еще о том, что для нашего покупателя важно качество нашей продукции. Это один из наших плюсов. Окей. Ваша вещь. Я расскажу про шарфиков. О, так, здорово. Один раз проснулась утром у себя дома. Стала одеваться на работу. Смотрю, у нас старый шарфик пропало. Если старый шарфик пропало, можно искать собаками. Дом у нас лучше не найдешь. Кто куда утянул, неизвестно. Иду после работы в первый попавшийся магазин. Захожу, вижу выбор шарфиков. Померила один, второй, третий. Купила третий. Потому что широкий, потому что большой, потому что можно на работе в нем укрыться, на улице сверху на себя бить. Потому что понравился. И подсвет. Окей, стоп. Цена, качество. А ключевое слово? Многофункциональность. Цена, качество. А ключевое слово, какое здесь можно употребить? Одно. Красивый еще. Удобный. Она говорит, я упуталась в него. Теплый. Теплый. Уютный. Уютно в шарфике? Уютно. Да, смотрите, мы как раз подходим уже непосредственно к прояснению потребностей нашего покупателя. Мало того, что мы знаем, к какой категории относится. Когда мы называем это слово, в данном случае слово «уют» или «удобно», покупатель говорит «все, точно, беру». Потому что у него в голове находят туман, да, картинка еще не сформировалась. Как только мы формируем картинку потребности, он говорит «да». Он ее точно подставляет под наш товар. Да, и как ключик с замку это подходит. Ну, ваш товар, ваша вещь. Я расскажу про то. Ага. Купила, потому что понравилась. Понравилась, потому что люблю. Подсказываю. Потому что понравился цвет, понравился состав, правильное соотношение хлопка, с лидерским. Вот. Сам фасон понравился. Глупный еще, побоюсь этого слова. В общем, подошло все, какие препятствия есть, и они совпали. А, да. Мои требования совпали в этой комнате. Окей. Какие ключи выслала? Удобство. Удобство. Цена качества, цвет, красота, цвет, да. То есть, в принципе, приблизительно всех нас все, в принципе, одно и то же. То есть, в каждой цена качества, в каждой печь, у каждой печь, удобную, качественную, чтобы она нравилась, была действительно красивая и, да. Небольшую плату. Ну, смотрите, действительно, все потребности есть у каждого человека. Но иерархия у всех разная. Кому-то, у кого-то на первом месте стоит цена-качество. Ну, денег немного, да. У кого-то здоровье заставляет покупать определенные товары. То есть, ему важно, чтобы было удобно. Пусть он немножко может немного доплатить, да, но ему важно. Для него это первое. И наша задача понять, что у нашего клиента сейчас стоит на первом месте. Потому что, может быть, на улице холодно, именно поэтому хочется поуютнее укутаться, да. Может быть, если это будет лето или другая погода на улице, или даже 20 минут в теплом помещении, потребность нашего клиента изменится. И поэтому важно выяснить, что вот сейчас нужно нашему клиенту. А выясняется это очень просто. С помощью вопросов.